МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне дороги показал! Мне дороги показал, что каминка! Стой! Стой! Попытка скрыться во время задержания подозреваемых в терроризме закончилась применением сотрудникам СОБР огнестрельного оружия. В результате у одного из задержанных прострелена нога. В этом автомобиле ехали непростые ребята. Заранее было известно о том, что они поддерживали связь с экстремистами из Байпол и уже совершили диверсию на железной дороге. Поэтому с ними никто не церемонился. И, кстати, теперь так будет всегда. Туда ехали в лесополусы? Зачем? Закопать то, что в багажнике. В багажнике находится какое-то металлическое изделие, которое я забрал с другого схрона. В каком сообществе состояли вы? Написал, вот план перемога. Оттуда мы связались. Вы знаете причину вашего задержания? Нет. Не догадываетесь? Уже догадываюсь. Что делаем в этом населенном пункте? Приехали. Для чего? Завезти вот. Что завезти? Вернем. Что в багажнике? Я точно не знаю, что это знаю, только что тяжелое. Кто предложил завезти сюда этот счет? Предложил Дмитрий. Дмитрий Климов тот самый персонаж, что получил пулю при попытке к бегству. Он же оказался главарем террористической группы и инициатором сотрудничества с экстремистами из Байпол. Своевременное задержание террористов стало возможным благодаря эффективной работе Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности Беларуси. Но эпизоды, показанные выше, вы наверняка уже видели в новостных выпусках. Самое интересное осталось за кадром. Это настоящая шпионская история, о которой сегодня мы и расскажем. Группу Климова, как ее прозвали позже, задержали ночью 30 марта в Осиповичском районе. Назвали ее по фамилии Зачищика. Именно он в 2021 году зарегистрировался в так называемом плане Перамога, через который экстремисты из Байпол продолжают открыто призывать белорусов к совершению терактов на железной дороге, фактически формируя на территории страны спящие террористические ячейки. Позже на Климова вышел Азаров, одна из персон в организации подрывной деятельности, направленной против Беларуси. Уже в 20-х числах марта Дмитрия Климова активировали. Изначально пришел запрос, есть ли возможность купить радиостанцию и забрать закладку в Минском районе. Это было, скажем так, началом. Я согласился, покупку радиостанции проспонсировали, ставили задачу приехать забрать что-то, металл, тяжелый металл. То есть предупредили, что это тяжелый металлический предмет. Называли в переписке это изделие. Тяжелый металлический предмет Клима в какое-то время хранил в своем гараже. И именно его оперативники обнаружат в багажнике его машины в момент задержания. Этот предмет предназначался для спуска с рельсов железнодорожных составов. Но об этом позже. Там уже пошли предложения каких-то более активных действий. И пошел разговор о том, что они могут предложить в ответ. Мне было предложено по завершении задач, что будет дан коридор для выхода за границу. Подступило предложение, что есть отрезок пути, есть релейные шкафы. Надо, чтобы они сгорели. И получается сделка наша будет завершена. К 22 числа я уже договорился с подельником, который тоже был заинтересован покинуть Беларусь. Владимир Аврамцев друг Климова. Он ему доверял, ведь знакомый много лет. Он и стал его правой рукой в подготовке и совершении преступления. Мы с Дмитрием предварительно съездили. Это было 22 число марта. На место, ну, посмотрели, где мы оставим машину, как пойдем. Ну, посмотрели, что место там, что называется, шкафы стоят, стоят, все есть. Вот. И потом ждали указания дня. Это Осиповичский участок железной дороги. Он один из самых активных в республике. Здесь в сутки проходят полсотни составов. Половина из них – это пассажирские поезда. Именно из-за активности для диверсии был выбран этот отрезок. 28 марта мужчин неподалеку отсюда оставили автомобиль, взломали релейные шкафы, подожгли их. Об инциденте на данный момент напоминает лишь сожженная трава. А ведь закончиться все могло бы иначе. Ломали, вскрыли шкафы, облили их жидкостью и подожгли. В случае таких противоправных действий, как поджигание либо разрушение этих устройств, возникает ситуация, которая, будем говорить, не позволяет обеспечивать безопасность, в том числе и на переездах. На перегонах в данной ситуации может, при особо сечении обстоятельств, может возникнуть ситуация, когда один поезд догонит другой. Уровень обеспечения безопасности поездов катастрофически снижается. В релейных шкафах находится оборудование автоматики, которое переключает светофоры, тем самым помогает регулировать движение поездов и препятствует их столкновению, а значит делает движение безопасным. Поэтому поврежденное оборудование подлежит оперативной замене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова До того, как уехать, получается вот этот металлический предмет и радиостанции, которые были мной куплены, я должен был захоронить в месте, которое определю сам, просто скинуть геолокацию этого места на Байпол. И вот когда мы ехали, скажем так, хоронить это все, мы были задержаны. Ну, ситуация была не смешная, насколько я понимаю. Нет, ситуация была вполне серьезная. Мне прострелили ногу. Сотрудники СОБР работают четко, свою работу знают. Мы понимаем, что террорист – это наиболее опасный преступник. Он не готов вести переговоры. Он подготовил себя к тому, что он в любом случае совершит акт терроризма. Поэтому с этим преступником никаких разговоров быть не может. Мы понимаем, что проще его уничтожить, чем рисковать многочисленными жизнями людей в случае совершения им актов терроризма. И это международная практика в Соединенных Штатах Америки, Франция. Изобилуют подобные случаи. Вот последний случай во Франции, когда автомобиль с преступниками, осуществлена попытка остановить его. Автомобиль не остановился. Моментально все находившиеся в этом автомобиле были уничтожены. Есть угроза – террорист уничтожается. Поэтому были все основания применить это оружие на поражение. И такая практика продолжится. Напомню еще об одном эпизоде. Параллельно с бандой Климова задержан им подобный в Борисовском районе. Легко отделался. Террористов или подозреваемых в терроризме никто же лезть не будет. Повторюсь, это международная практика. Третьим задержанным в тот вечер стал Евгений Минкевич. Общался в основном со мной Дима. Когда они ко мне подъезжали, Дима был как будто заинтересован в этом. Я не знаю. Вы это видели, да? Ну да. Он как бы предлагал все. Вова там сидел, как тюфяк сзади. Попросил завести, грубо говоря, их в Гродно, чтобы в дальнейшем пересечь границу Литвы. С Литвы вроде в Польшу собирались. И вот мы как-то ехали и не доехали. Этим тяжелым металлическим предметом, который должен был захоронить Дмитрий, было изделие для теракта на железной дороге. С его помощью преступники должны были пустить подвижной состав под откос. При том, что это за состав, грузовой или пассажирский, не уточнялось. Для понимания, вот как выглядит момент трагедии, когда поезд по тем или иным причинам пошел не по рельсам. Теперь давайте рассуждать логически. Банду Климова задержали в Осиповичском районе. Именно там они должны были бы захоронить металлическое изделие для кого-то, кто готов был бы пустить поезд под откос, то есть совершить теракт. Почему бы преступникам не воспользоваться предметом именно здесь? Давайте рассуждать, как они. Ведь именно в Осиповичском районе, как я уже рассказывала выше, одно из самых активных движений на железной дороге в стране. И именно здесь более половины – это пассажирские поезда. Получается, что вероятность того, что поезд, который могли бы пустить под откос, с вероятностью в 50% был бы пассажирским. И ведь могли бы погибнуть те, кто просто ехал на учебу в Могилев или к родителям в Калинковичи, или чтобы провести свои выходные в столице. Этот теракт планировался против белорусских граждан. А если учесть, что часть поездов скоростные и движутся 140 км в час, страшно представить, какой бы трагедией это все закончилось. Если это пассажирский поезд, то в соответствии с мировой статистикой порядка 60-80% пассажиров может пострадать, половина из них погибнут. Если это грузовой поезд, так же может ситуация привести к печальным последствиям, особенно при перевозке опасных грузов. В зависимости от содержимого авария может привести к возгоранию и взрыву грузов. Разграммитизация цистерны и разлив содержимого может грозить экологической катастрофой. Тот факт, что этот теракт не был доведен до конца, лишь подтверждает, что правоохранители все контролировали. В частности, после задержания группы Климова оперативная работа вышла на новый этап, уже под контролем контрразведки Комитета госбезопасности. Дмитрий Климов принял непосредственное участие в разоблачении тех, кто создал канал эвакуации террористов из Беларуси в Литовскую республику. От Байпопа, в принципе, крайним сообщением было, что по выходу за границу стремитесь добраться до Варшавы, потому что выходили мы не на польскую, а через литовскую границу планировали. И по, скажем так, прибытии в Варшаву связываться опять с ними, то есть они должны были обеспечить каким-то первоначальным стартом на новом месте. На связь с Дмитрием Климовым из Литвы выходит проводник. Именно он прокладывает маршрут бегства террористов, сбрасывает возможные локации блокпостов Белорусской погранслужбы, список населенных пунктов, где возможно безопасное передвижение. На код колючки глядите. Так, вот я вам показывал пробку, осяку я скинул, развилка это, так, и потом вы, вот я сказал, что по центральной этой дороге вы вырухаетесь уже упомяши, там 600 метров, и вы, вот, по виду, пертесе у мяжу, у колючку, да, у колючку. Все сразумело, похоже, что то, что я скажу. Тут все сразумело, да? Так, подождите, сейчас максимальная тишина. Максимальная тишина, да. Да, тут все сразумело. Мы, ну, форму мяжи поглядели, понятно, куда идти. Координатором на другом конце провода оказался белорус Олег Метелица. В Литве он тесно сотрудничает с местными спецслужбами. При их содействии совместно с Натальей Коллеговой и организацией Допомога способствуют нелегальной миграции в Евросоюз. Олеся Буневич, о роли которой я расскажу позже, посоветовала к просмотру фильм «Агентство теленовостей и ящик Пандоры». По ее мнению, там лучше всего рассказано о преступной связи Коллеговой, Метелицы, Допомоги и курирующих их спецслужб. В задачи Метелицы непосредственно входит обеспечение связи и контроль обстановки в местах перехода. О своем сотрудничестве со спецслужбами он недвусмысленно заявляет и Климову. Когда вы перейдете Мяжу, ну, разумело, что вас будут, ну, опытывать, ну, спецслужбы литовские. Да. Давайте так, первое строжки закажем. Мы литовцев, но я буду попередживать. Ага. Что в таком-то месте, в таком-то часе будет переход. Угу. И там будет такая ситуация. Альбо вас устретут сразу. Так? Ну, в общем, нас будут шикать. Литовцы? Да. Вас будут шикать. Альбо, колено, тримается так, что некое несупадение по джазу, где-то разминулись, так? То вы в любом выпадке будете видать, что где-то что-то в этот час может перейти. Из рассказа Метелицы следует, что Литва организованно помогает переходить границу нелегалам. Задействованы все правоохранительные ведомства в реализации плана по организации канала Побега, в нашем случае террористов из Беларуси. Своим хозяевам из Департамента госбезопасности Литвы Метелица докладывает все детали таких переходов, в том числе о персонах, которые мигрируют. Ведь после этого их можно использовать в своих целях, в том числе шантажировать. Он контролировал передвижение, плюс с его стороны был человек, девушка, которая тоже задержана. Она в приграничной зоне уложила закладку с несколькими литовскими сим-картами, то есть чтобы изначально выйдя за границу, мы были при связи. Как вы узнали о существовании этой девушки и о том, что именно она должна сделать закладку с этими сим-картами? Было брошено видео, как укладывается закладка. То есть и она была лицом в этом видео? Да, нет, она не была лицом, она была маникюром. Речь об Олесе Буневич, которую я упомянула выше. В Беларусь она приехала за несколько дней до того, как террористы должны были бы пересечь белорусско-литовскую границу. Перед девушкой стояла специфическая задача. Она должна была провести разведку на местности, сделать закладки сим-карт и отправить видео своему куратору в Литву, коим является тот самый Метелица. Так, это у нас завтра неделя, но у меня с места повинны быть уже видео. Люди, которые будут нас робить видео, и вы сможете поглядеть и коррозу разуметь, что за место вас шокает. Люди – это Олеся Буневич и ее знакомый, которая выступила в роли водителя. И вот они обычно тут стоят где-то. Смотрите, нету никого. В конце марта Олег Метелица предложил Буневич снять агроусадьбу на белорусской стороне в приграничной зоне, чтобы максимально точно изучить движения пограничников и другие особенности места. С участием девушки правоохранители провели следственный эксперимент. Полагаю, рассказ о событиях тех дней из уст самой Олеси прозвучать для некоторых неуверенных в ее причастности персон более убедительно. За несколько дней до поездки я купила в магазине ИКИ три сим-карты литовского оператора «Пилдик». Две из них оставила вот здесь, в данном месте. закопав под листьями для того, чтобы люди, которые будут находиться здесь в последующем с целью пересечения, незаконного пересечения границы, могли взять эти симки для дальнейшего использования. От этого знака я двигалась к озеру, к сооружению деревянному, для того, чтобы оставить там закладку сим-карты. Отсюда и до сооружения я снимала на видео, для того, чтобы в дальнейшем отправить его Олегу Метелецу. И когда я возвращалась назад, он позвонил, сказал, что люди, он сказал, что, ну, так получилось, что люди вот сейчас будут ехать, и надо, чтобы ты ребят как бы отправила, а сама как бы здесь посмотрела, есть ли какое-то подозрительное движение. В этом материале мы впервые официально озвучиваем, что Олеся Буневич была задержана, описываем, при каких обстоятельствах. Однако экстремисты ее начали оправдывать задолго до сегодняшнего дня, рассказывая о том, что Буневич якобы задержали незаконно, и что она приехала на годовщину смерти матери. Только годовщина была 15 апреля. А уехать она планировала? Мы должны были находиться здесь с 3 по 5 апреля в дни своих выходных, отдыхать, осматривать окрестностей и в дальнейшем посмотреть пути подъезда максимальные к границе. Усадьба находится в приграничной зоне, в районе 10-12 километров от границы с Литовской Республикой. Так что разговоры о том, что девушку взяли случайно, не случайны. Вот это видео переслали Дмитрию Климову, чтобы показать место закладки сим-карт. А теперь обратите внимание на характерные рукава пальто Буневич и на ее руки. Сомнений нет, что Олеся Буневич приехала в Беларусь не на годовщину смерти матери. Так что да, соучастие в теракте на железной дороге. Да, организация канала побега террористов за границу это ее рук дело. В целом это пособничество в совершении акта терроризма. Климову, Аврамцеву и Минкевичу грозит статья «Терроризм», а это от 8 до 20 лет. Я не знаю, как воспринять. Спите как? Хорошо? Не очень. Днем отвлекаешься, как бы разговариваешь. Ну еще в углу, когда тишина, то в голове это кашляет. Судя по фотографиям из социальных сетей с Олегом Метелицей, девушка знакома давно и достаточно хорошо. Это следует и из их личной переписки. Сомнения не вызывает и многократность использования Олеси в качестве дозорного. А значит не вызывает сомнений и то, что Буневич – агент литовских спецслужб, как собственно и сам Метелица. А это уже госизмена. Террор в Беларуси, к сожалению, выгоден не только литовскому ДГБ, но и польскому АВБ, агентству внутренней безопасности, с которым, напомню, тесно работает Байпол. Одно из подтверждений – это закрытая переписка админов чатов 97, которую мы уже показывали в проекте «Зима на дворе». Франц Фердинанд, напомню, это Владимир Жигарь, член Байпол. Именно он пишет о связи с польскими спецслужбами и не единожды об этом упоминает. Получается, экстремистский Байпол вербует людей по принципам ИГИЛ через так называемый план «Пирамоха». Потом их активируют для совершения теракта, прежде перечислив деньги в виде криптовалюты, которую потом и помогают обналичить. Тем самым спонсируют терроризм. А это во всем цивилизованном мире преследуется законом. Литва, в свою очередь, открывает коридор для эвакуации особо опасных преступников и помогает им добраться до Варшавы. При этом литовскими пограничниками осознанно нарушается пограничное законодательство. И все это делается с ведома спецслужб. Несложная цепочка, правда, незаконная. Но что на это скажет Фронтекс, агентство Евросоюза по безопасности внешних границ, когда страны ЕС открыто наполняют Европу преступниками? Нормально ли, чтобы по европейским улицам разгуливали террористы, которые нет-нет да и пустят под откос не только свою, но и чужую жизнь? Субтитры создавал DimaTorzok